17 мая открылся летний сезон поездок на остров айгна на этой линии будет ходить вот такой линейный кораблик называется он веста а это салон этого кораблика принимает 45 пассажиров отходит от горохола это коломая берег не благоустроен а это уже идет батарейная крепость последнее время здесь находилась тюрьма наш линкор на всех парах мчит нас по Таллинской бухте к острову айгна справа на горизонте венси было тепло и народ в основном на пол на открытом воздухе находился фотографировал а это моника побежала на остров на эссар что это за парах вот я не знаю остров поле полуостров палеоцари вот кто-то на своих яхтах прогуливается проезд для жителей Таллина бесплатный но гарантированно только 10 билетов бесплатных и то нужно отстоять в общей очереди поэтому чтобы попасть на остров с гарантией лучше купить билеты в интернете а это на горизонте полуостров Вимси и вот за 45 минут мы дошли остров Айгна рядом с Таллином есть но это наверное комендант острова весь в белом вот такой транспорт на острове но лучше наверное электрический был бы есть один я видел один тогда не надо завозить топливо а электричество подводный кабель проложен конкуренты а это точка питания вот ее цены Айгна, Садом, Акофик единственная точка питания а это уже спасатели дом а это навес для от дождя ожидать кораблик информационный стенд и туристическая группа 50 метров расположен туалет типа сортир от причала ведут три дороги правая по центру а я пошел по левой вдоль побережья южного на острове были расположены дома и дачи принадлежащие таллиннским предприятиям теперь вот здесь частная земля наверное хозяин кемпинг делал вот мы с Талнем из этого домика очень вид хороший по южному берегу острова растут и лиственные деревья вот как березы елочки встречаются ну и такие вот старые здания вот а таких информационных столбиков 24 на острове все эта дорога закончилась частная территория в этом здании когда-то располагалось офицерское казино дальнейший путь решил продолжить по берегу по камням по песку с южной стороны было очень тепло так что даже разделся в этом здании вы вы любите знаете что в этом здании вы что А здесь между островом Найсар и Айгна проходит судоходный фарватер. А это уже западная часть острова. И растительность уже тут поменялась. В основном сосны растут. Кто-то кресло забыл. В северо-западной части острова, недалеко от мыса Курик-Нэм, находится каменный островок, на котором располагается навигационный знак. А это уже, наверное, где-то около Финляндии. А это мыс Курик-Нэм и дорога, ведущая от мыса к причалу. Курик-Нэм. А сейчас идём по северной стороне острова. А это уже остатки крепости императора Петра Великого, построенной перед началом Первой мировой войны. Это бетонное сооружение было 200 метров в длину. И с обоих сторон его располагались укреплённые башни с двумя 12-юймовыми орудиями. Это было разрушено в 1918 году отступавшими красноармейцами. В 1920-е годы во время Освободительной войны восстановлено и снова разрушено было в 1941 году. Ну а здесь, как мне кажется, кабаны поработали. А вот пляж на северной стороне. И здесь уже достаточно холодновато, ветер прохладный. А здесь места для отдыха, для разведения костров специально. Мусор. Детская лазерка. Кабинки для переодевания. Что-то наподобие волейбольной сетки. Кто-то вот уже палатку раскинул. В таких местах, которые находятся в ведении государственных лесов, можно смело ставить палатки, не бояться клещей. Они их обрабатывают не только здесь, но и по всей территории Эстонии. Кабинка для переодевания. Информационное табло, спасательный круг. Ну, не один я такой дурной. Желание поймать хороший кадр и не туда еще загониться. На Финляндию пошел, на Хельсинки. Волны Финского залива. Что там? То ли башня, то ли яхта, мачта. Что бросается в глаза, так на острове очень много мусорных контейнеров для стекленной тары и для других отходов. Даже желание выбросить бумажку пропадает. А это уже на мысе Эрикнэм. А на этом сооружении раньше располагался локатор пограничников. А здесь, в годы буржуазной Эстонии, находился командный пункт береговой обороны. Наверху находился вот такой колпак с амбразурами. А это уже вход снизу. Интересно, Двутавры какого года? Остатки лестницы. Что ведет наверх? Целых два этажа. Это каменный лабиринт. Когда его построили или кто построил, я не знаю. Может, солдаты баловались. А в Seoul? В机器. Остатки лестницы. Это clever. Остатки лестницы. залив кирлалахт Здесь еще один лабиринт, расположенный на лемме Кунина, нос щенка А это мы с Лемми Кунем Ну а здесь корабли на рейде Рядом порт Муга Таллинская телебашня на горизонте Таллинская телебашня на горизонте Таллинская телебашня на горизонте навигационный знак что он означает я не в курсе а это старый же металлолом полуостров Виимси а это остров Крясули восточный берег пляж а эти сосенки уже такими ровными рядами и одинаковым размером значит посажены человеком не сами выросли а а а а а Продолжение следует... Интересно, на Крясу ли кто-то живёт или это дача? А это волны ледникового перевода. Продолжение следует... Памятная доска. 16 октября 1931 года. А это кладбище Айгна. Впервые было упомянуто об кладбище Айгна в 1736 году. А в начале 20 века на острове было семь хозяйств. Айгна. 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 Кряс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За 200 миллионов евро... Паром пошел очередной... Времени между рейсами мне хватило на то, чтобы не спеша обойти вокруг острова. По проспектам Айгновским прогуляться уже не получилось. Подустал, да и сломанная пятка разболелась после ходьбы по камням. А вот и наш линкорн мчится на всех парах. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Пляжный комплекс Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Замок графов Орловых Давыдовов Теперь исторический музей Это перед АТ я даму Русалка чуть-чуть видно Пассажирский порт Круизное судно Колесо обозрения видно Круизное судно Вот и горхол на горизонте Вот поход закончен Наш линкор прибывает к причалу В пункт назначения Всем я тайге